На охоту за нарушителями в Оренбурге вышло сразу более десятка оперативных полицейских групп. Практически в каждой новостройке звездного городка на первом этаже обосновалась точка по продаже пенного в разлив. И сегодня они не пустуют. В одной из них на вопрос не нальете полтора литра темного? Ответили положительно. Просто подошла, спросила, они не отказали в продаже. А это уже основание для составления протокола. Чем тут же и занялись полицейские. Дополнительных расходов теперь не избежать ни продавщицы, ни ее работодателю. Физические лица полторы-три тысячи, должностные лица индивидуальных предпринимателей пять-десять тысяч с конфискацией алкогольной продукции. Конечно, мне приятно конспортироваться. Но я осознала свою ошибку, я только больше делать не буду. Отметить день детства можно было сегодня не только пеном, но и более крепким напитком. В конце улицы юных ленинцев полицейских ждал сюрприз. Для любителей покрепче сегодняшний день запретов тоже не проблема. В одном из уютных тихих закутков оперативник приобрел две бутылки водки. С 1 июня штраф в 5-10 тысяч рублей предусмотрен для тех, кто торгует пеном в многоэтажках. Исключение делается только тем, кто успел переквалифицироваться в кафе и ресторан. В другие дни по имеющимся документам это предприятие может торговать разливным. Как ни странно, у них в наличии есть сертификат, свидетельствующий о том, что это предприятие общепита. Тем не менее, назвать его таким действительно не получается. Здесь нет ни столов, ни лавок. Не говоря уже о гардеробе и раздельных санузлах. Как ни парадоксально, но в этом по документам кафе даже распивать запрещено. Однако надпись на стене рекомендует есть, пить и даже жевать. Приоритета дается не чаю со слоном, а напитку с креветкой. Тех, у кого есть сертификат соответствия о том, что они являются кафе, выданное уполномоченным органом, полиция комментировать не может. Мы тут неуполномочены что-либо изменить. Есть документ, что это кафе. Кафе продавать пиво разрешено. Днем полицейские оформили более полутора десятков протоколов. Но это капля в море. В Оренбурге официально под запрет попало около 200 магазинов и баров в многоэтажках. Многие представители бизнеса на хмели сегодня успели предупредить друг друга об облаве. Тем не менее, полицейская операция продолжится до утра. После 22 часов у нелегального хмельного бизнеса начинаются золотые времена, добавляют полицейские. Александр Криволапов, Олег Штиллер, Орен ТВ.